Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим устройство и принцип действия оборудования для тепловой обработки, которая применяется на мясоперерабатывающих предприятиях. Тепловая обработка – один из основных и наиболее часто применяемых технологических процессов, в результате которого сырье и мясопродукты претерпевают сложные физико-химические, структурно-механические и другие изменения, связанные с поверхностным или объемным проникновением теплоты в продукт. Цель тепловой обработки может быть различной. Подготовка сырья к дальнейшей технологической обработке, доведение продукта до состояния готовности к употреблению в пищу, предотвращение или уничтожение развития микрофлоры в готовом продукте или при его хранении. Выделение из сырья составных его компонентов. Изменение структурного состояния продукта. Тепловая обработка осуществляется следующими способами. Погружением в жидкую среду, вода, растительное масло и другое. Воздействие паром, воздухом, паровоздушной, пароводяной, дымовоздушной смесью, электроконтактным нагревом, энергией СВЧ, инфракрасным излучением, комбинированием перечисленных способов. Среда, которая передает теплоту продукту, называется теплоносителем. Передача теплоты продукту может быть прямым контактом или через теплопередающую стенку поверхность. Пар, как теплоноситель, в первом случае называется острым, а во втором случае глухим. Для тепловой обработки сырья и мясопродуктов применяют оборудование непрерывного и периодического действия. В зависимости от глубины проникновения теплоты в продукт, оборудование можно разделить на две. группы для поверхностной и объемной обработки. В первую группу входит оборудование для шпарки и опаливания. Оборудование второй группы предназначено для варки, запекания, охлаждения, пастеризации, стерилизации, вытопки, жира, обесклеивания шрота, деаэрации, копчения, сушки и выпаривания. Рассмотрим оборудование для копчения мясопродуктов. Копчение это обработка мясопродуктов пропитыванием коптильными веществами, получаемыми в виде коптильного дыма в результате неполного сгорания древесины. Продукт при копчении претерпевает изменения, связанные не только с воздействием коптильных веществ, но и с температурным режимом и продолжительностью обработки. Мясопродукты коптят при разном режиме. От 18 до 20 градусов Цельсия, холодное копчение. От 35 до 50 горячее копчение. И от 72 до 120 градусов Цельсия, запекание в дыму. Для получения дыма используют следующие породы древесины. В порядке убывания их технологической ценности. Бук, дуб, береза, топы, ольха, осина. Применение хвойных пород деревьев не рекомендуется из-за наличия в них смол. А березу можно использовать только без бересты. Кроме обработки коптильным дымом, копчение проводят путем нанесения на поверхность мясопродуктов тонкого слоя коптильной жидкости, получаемой из продуктов неполного сгорания древесины или смеси синтетических компонентов. Для копчения колбасных изделий широко применяют термоагрегаты, автокоптилки, универсальные термокамеры и коптильные шкафы. В термоагрегатах и автокоптилках тепловая обработка осуществляется при непрерывном движении продукта. В универсальных термокамерах неподвижный продукт последовательно обрабатывают в соответствии с технологией. Обжарка, варка, копчение, охлаждение и сушка. Термоагрегаты предназначены для непрерывной термообработки мясопродуктов. Они представляют собой механизированные агрегаты, объединение нескольких аппаратов в один. С выносными дымогенераторами, с регулируемой подачей смеси дыма и воздуха, механизированным перемешиванием продукции, дистанционным контролем и автоматическим регулированием параметров процесса. По способу перемещения продукции термоагрегаты могут быть цепными, люличными или рамными. По характеру перемещения внутри агрегата – проходными или тупиковыми. По траектории движения – аденолинейными, кольцевыми или карусельными. Термокамеры бывают одно- и многокамерные, стационарные и нестационарные. Технологическое оборудование оснащено дымогенераторами, кондиционерами, подогревателями воздуха, колориферами, вентиляторами и системами контроля и регулирования процесса. Дымогенератор – одна из важнейших частей оборудования для копчения. Они бывают с периодической и непрерывной подачей опилок. Способы нагрева при получении дыма могут быть следующими. Сжигание древестого топлива или газа, электронагрев, трение или совместное действие электронагрева и трение, подача горячего воздуха или перегретого пара, при витании или кипящем слое опилок. По количеству ярусов, на которых располагаются опилки, дымогенераторы разделяют на одно и многоярусные. По способу отвода дыма они бывают с общим и раздельным отводом. Автокоптилка «Малая АМ-360» состоит из многоэтажной вертикальной кирпичной режиме изобетонной шахты размерами 2,52 на 3,2 м. Полезная нагрузка автокоптилки 12420 кг. В верхней части располагается привод, который осуществляет сат электродвигатель мощностью 5,5 кВт через червячий редуктор 1 и цепную передачу. Посредством цепной передачи вращение передается на червячатые редукторы 4. На вал червячатого колеса этих редукторов насажены приводные звездочки 5, на которые навешиваются две бесконечные пластинчато-шарнирные цепи, движущиеся в вертикальном направлении. Цепи соединены между собой траверсами лиличного типа, подвешенными на шарнирах так, что они все время сохраняют горизонтальное положение. Скорость движения цепи 0,016 метров в секунду, шаг между траверсами 900 мм. Траверсы в количестве 107 штук предназначены для навешивания копченостей. Шаг между траверсами 900 мм. Цепи автокоптилки натягиваются двумя натяжными станциями грузового типа. Они состоят из оси, вращающейся в двух подшипниках скольжения, смонтированных в ползунах. И двух звездочек 7 и 8, из которых одна фиксируется шпонкой, а другая насажена по скользящей посадке. В целях предотвращения аварии транспортного механизма автокоптилки предусмотрено специальное автоматическое устройство, которое включает электродвигатель привода с одновременной световой и звуковой сигнализациями при застопоривании одной из ветвей конвейера. В нижней части задания шахта расположена топка. От нее дымовоздушная смесь свободно поднимается по всей шахте. Равномерно воздействие на продукт, вывешенный на траверсе. В верхней части автокоптилки располагается дымовая камера, потолок которой снабжен шиберами для регулирования потока дымовоздушной смеси. Автокоптилка загружается и выгружается при движущейся цепи после предварительного прогрева шахты. Загрузочные и разгрузочные двери устраиваются в соответствии с расположением технологических отделений. Масса автокоптилки составляет 6,3 тонны. Коптильная установка фирмы Афос ЛТД модели 25, 30, 60, 120 и 200. Предназначена для копчения мясопродуктов, птицы и рыбы. Основными элементами установки являются коптильная камера, циркуляционные и вытяжные вентиляторы, теплообменники основной и дополнительной, дымоводы, воздуховоды, приборы контроля и управления. Установка может быть с одной, двумя и четырьмя одностворчатыми дверями. В зависимости от вида продукта на рамах подвешивают или нанизывают на шомполы и устанавливают на тележках. Количество тележек соответствует количеству дверей в камере. Все основные элементы установки изготовлены из нержавеющей стали. Заданная температура, циркулирующая в установке дымовоздушной смеси, поддерживается с помощью основного теплообменника в верхней части установки, а при необходимости и дополнительного теплообменника, расположенного в средней части коптильной камеры. Теплообменники могут нагреваться паром, электронагревателями, а также горячей водой температурой 75 градусов Цельсия, только для холодного копчения. Расход пара при давлении 0,02 мегапаскаль в зависимости от модели установки составляет 32,4-288 кг в час. Объем, подаваемый в коптильную камеру дымовоздушной смеси, а также ее влажность, регулируется открытием и закрытием шиберов, расположенных в воздуховодах. Температура, влажность и расход дымовоздушной смеси контролируются автоматически. Потребляемая мощность таких установок составляет от 29 до 187 кВт. Число дымогенераторов в установке от 1 до 2 и зависит от ее производительности. Для поддержания температуры топлива ниже температуры самовозгорания, а также охлаждения дыма перед его подачей в коптильную камеру дымогенератор дополнительно оборудован охладителем, который охлаждается циркулирующей холодной водой и расположен над колосниковой решеткой. В настоящее время промышленностью выпускаются большое количество термокамер и термошкафов для термообработки мясопродуктов. Для малых мясоперерабатывающих производств выпускаются термокамеры и термошкафы с загрузкой продуктов до 150 кг. Камеры и шкафы для термической обработки. Термокамеры и термошкафы подразделяются на варочные, обжарочные, коптильные, климатические, охлаждающие, универсальные. В водной камере можно совмещать несколько процессов, например, варку и копчение, сушку и климатизацию, холодное копчение и созревание. Универсальные камеры позволяют осуществлять большинство тепловых процессов. В таких камерах в диапазоне температур до 100 градусов Цельсия в течение одного технологического процесса можно по выбору проводить обжарку, сушку, копчение, шпарку, душирование или варку горячим воздухом, а также запекать продукцию при температуре до 150 градусов Цельсия. Термокамеры конструируют по следующим основным принципам. Экономичное расходование энергии, повышение пропускной способности за счет более плотного размещения продукции, максимальная точность направления воздушных потоков, точное регулирование температуры и влажности, абсолютная надежность и удобство, выброс газообразных отходов в атмосферу, не превышающий допускаемыми нормами уровень. Термокамеры и термошкафы изготавливают из углеродистой и нержавеющей стали. Стены, крыша, пол и двери имеют хорошую теплоизоляцию. Пол – уклон для стока воды. Термокамеры оснащены специальными тележками-рамами, на которые на палках навешиваются подлежащие термообработке продукты. Внутри камеры имеется специальный откидной мостик для закатывания тележек. Мостик из нержавеющей стали, легко откидывается и после закатывания тележки поднимается вверх и автоматически защелкивается в поднятом положении. Термошкаф меньше термокамеры и не комплектуется тележкой. Продукцию, подлежащую термообработке, на полках вручную вставляют внутрь. Все камеры и шкафы оснащены системой приточно-вытяжной вентиляции, способной в течение одной минуты выполнить десятикратную рециркуляцию всего объема воздуха, находящегося в камере. Санитарная очистка, собственно, камеры производится вручную. Камеры и шкафы оснащаются микропроцессорными блоками автоматического управления и регулирования. Они полностью автоматизируют работу термоагрегата при самом простом техническом обслуживании и уходе. Универсальные коптильные камеры укомплектовываются дымогенераторами, вырабатывающими дым из опилок или медной щепы в результате их тления. Дымогенераторы бывают встроенными, монтируемыми внутри двери или сбоку от нее, внутри камеры, а также отдельно стоящими сбоку камеры. Универсальные термокамеры представлены в таблице на слайде. Устройство и принцип работы рассмотрим на примере термокамеры Кон-5. Она состоит из корпуса и облицовки, между которыми расположен теплоизолирующий материал. Камера полностью выполнена из нержавеющей стали. Она имеет одностворчатую дверь, которая может быть правого или левого исполнения. Герметичность двери достигается ее уплотнением. Термокамера оснащена блоком электронагревателей, центробежным вентилятором, тремя медными термопреобразователями для замера сухой температуры в камере, влажной температуры и температуры в центре продукта, соленоидным клапаном с форсунками и трубопроводом для впрыска воды. На крышке камеры установлен фильтр для очистки водопроводной воды и клапан управления системой водяной завесы в дымогенераторе. Термопреобразователь для замера влажной температуры одним концом опущен в ванночку с водой, установленной в камере. Во избежание получения неверных значений влажной температуры необходимо контролировать наличие воды в ванночке перед загрузкой рамы в камеру. Рама с продуктом загружается в камеру по направляющим. Подача дыма из дымогенератора осуществляется через проем в крышке. Продолжительность процесса подсушки 15-25 минут, обжарки 30-140 минут, варки 30-100 минут, копчение 360-1440 минут. Время разогрева камеры до температуры 90 градусов составляет 10 минут. Термообработка мясопродуктов проводится на раме, окомплектованной двумя видами поддонов со съемными трубками. Рама представляет собой сварной каркас на шести колесах. В зависимости от вида обрабатываемого продукта на кронштейны рамы можно устанавливать поддоны цельнометаллические или сетчатые. Для сбора жировых выделений устанавливают поддон на нижнюю часть рамы или пол камеры. Дымогенератор предназначен для беспламенного сжигания опилок с целью получения дыма и последующей подачи его в камеру. Перед загрузкой опилок в кассету вместимостью 12 кубических дециметров они смачиваются водой в соотношении 10 к 1. Опилки зажигают вручную с помощью горсти сухих опилок. Тяга регулируется флажками, установленными на крыше. Концентрацию дыма изменяют, выдвигая поддон, увеличивая или уменьшая зазор между корпусом дымогенератора и передней панелью. Полное сгорание опилок при максимальной тяге воздуха происходит за полтора часа. При работе дымогенератора поддон должен быть заполнен водой на высоту 10-20 мм. По воздуховоду дым поступает в камеру под центробежный вентилятор. Во время работы последнего под ним создаётся разрежение и происходит подсос дыма и воздуха из дымогенератора. Дымовоздушная смесь, поступающая в камеру, направляется вентилятором в боковые воздушные отсеки, из которых через плоские сопла попадает в камеру. После прохождения через полезное пространство камеры дымовоздушная смесь проходит через решётку электронагревателей, попадает на вход вентилятора и удаляется из камеры через шибер. Относительная влажность поддерживается впрыскиванием воды через центробежную форсунку, расположенную между рядами электронагревателей, с которых происходит её испарение. Относительная влажность среды при подсушке 25-35%, обжарки 10-35%, варки 80-100%, копчение 50-65%. И соответственно температура при подсушке 60-95 градусов Цельсия. Обжарки 70-195, варки 80-95, копчение 20-80 градусов Цельсия. Продолжительность процесса 6-24 часа. Термоагрегат для сосисок и сарделек предназначен для их тепловой обработки горячим воздухом и воздушно-дымовой смесью на непрерывно движущихся рамах. Обычно термоагрегаты состоят из последовательно установленных отдельных камер или одной камеры, но с меняющимися по ходу движения режимами. Причём продукция перемещается непрерывно или периодически пульсацией от места поступления к выходу либо непрерывно, но по карусели. В последнем случае загрузка и выгрузка осуществляются в одном месте. В термоагрегатах с непрерывным движением продукции с её пульсацией можно обрабатывать различные виды варёных колбас. Так термоагрегат для сосисок и сарделек представляет собой теплоизолированный тоннель с дверьми на входе и выходе. Тоннель имеет зоны подсушки воздухом, обжарки воздушно-дымовой смесью и варки увлажнённым воздухом. Зоны образуются соответствующими потоками теплоносителей, не имеющими резко выраженных границ. Потоки теплоносителей создаются центробежными вентиляторами. Рамы с сосисками передвигаются через туннель термоагрегата по подвесному пути цепным конвейером, расположенным в нижней части камеры. На рамах имеются соответствующие пальцы, которые входят в зазоры между пластинами тяговой цепи и упираются в её валики, что заставляет раму двигаться вместе с цепью. Тепловой режим в камере регулируют, изменяя количество пара, подаваемого в колориферы, свежего воздуха, подаваемого в зоны туннеля вентиляторами, и влажность воздушно-дымовой смеси, добавляя в неё острый пар, подаваемый в дымогенератор и в зону варки. Привод термоагрегата имеет механизм лимба, с помощью которого изменяют скорость движения цепи конвейера агрегата. Кроме лимба, на приводе установлен рычаг для отключения кулачковой муфты, ведущего вала от ведомой цепи. Такая система позволяет продвигать рамы с продуктом вручную в случае аварийного обесточивания электродвигателя термоагрегата. В этот момент для продвижения рам вращают рукоятку червячного редуктора, укрепленного на корпусе привода. Термоагрегат оснащен необходимой сигнализацией. Так, при выходе из туннеля рамы с обработанными сосисками выходные двери агрегата открываются, и в этот момент включается контрольная лампа, оповещающая о выходе продукции. Техническая характеристика термоагрегата представлена на слайде. Дымогенератор D9FD2G с электронагревом опилок состоит из двух камер – сгорания и очистки дыма. В камере сгорания, представляющей собой цилиндр на колосниковой решетке, находятся два трубчатых электронагревателя мощностью 3,2 кВт. Расход опилок в зависимости от температурного режима равен от 13 до 23 кг в час. Под камерой расположен ящик для сбора золы. В бункер вместимостью 0,14 кубометра загружаются опилки влажностью от 50 до 70%. Время начала загорания опилок с момента включения электронагревателей составляет от 4 до 6 минут. Для рыхления опилок смонтирован ворошитель, приводимый в движение от электродвигателя мощностью 0,55 кВт и редуктора. Частота вращения ворошителя равна 1,1 оборота в секунду. Дозатор с помощью маховика регулирует количество подаваемых на колосниковую решетку опилок, равномерно распределяемых мешалкой. Ороситель в случае воспламенения опилок гасит пламя. Расход воды составляет 0,01 кубометра в час. В цилиндрическом корпусе камеры очистки дыма установлено две корзины с полуфарфоровыми кольцами, фильтрующими дым. Вытяжка дыма выполняется вентиляторами, приводимыми в движение электродвигателем мощностью 0,55 кВт. Температура дыма на выходе из дымогенератора составляет от 30 до 60 градусов Цельсия. На наружной поверхности дымогенератора смонтированы дверцы, водопровод и паропровод. На выходном патрубке установлен термометр. Пульт управления смонтирован на кронштейне в верхней части дымогенератора. Производительность дымогенератора составляет не менее 515 кубометров в час. Занимаемая производственная площадь при массе установки 650 кг равна 1,3 квадратных метра. Благодарю вас за внимание. Поставьте лайк. Поделитесь этим видео в социальных сетях и мессенджерах. Подпишитесь на мой канал. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.